Насколько я понимаю, да, с точки зрения Эйнштейна, масса — это искривление пространства, правильно? Я понимаю, то есть... Нет, нет, масса приходит к искривлению. Приводит, да, к искривлению пространства. И, насколько я понимаю, именно это наблюдаем, да, именно это, поэтому мы и говорим, что тёмная материя есть. Ну, можно говорить по-простому, можно забыть про Эйнштейна, можно вспомнить про Ньютона. Значит, тёмная материя, значит, обладая гравитационным взаимодействием, такие же, как обычные частицы, она притягивает, и это притяжение наблюдается. А с точки зрения Эйнштейна, это искривление пространства, с точки зрения Ньютона — это обычная гравитационная сила притяжения, но, в общем, проявляются они одинаково. Ну, именно гравитационное проявление, да, говорит нам о том, что должна быть тёмная материя. Да, да. А может ли быть так, что есть некое искривление пространства, не связанное с массой? Ну, не видно такого. И, значит, вообще, есть... Ну, нет, значит, искривление пространства, не связанное с массой, могут быть, но это гравитационные волны. Это вот, так сказать... Они проявляются по-другому. Они проявляются совершенно по-другому. Это волна. Это как электромагнитная волна бежит, так же и гравитационная волна. Это совсем не... Мы видим, что кварки и антикварки, они рождаются с ударения частиц. Я правильно понял? Ну, с ударением электронов с позитронами, с ударением фотонов. Кварки с антикварком, или два кварка, могут столкнуться и родить человека. Ну, просто, насколько я понимаю, кварки – это элементарные частицы, да? И, я так понимаю, они были в самом начале образования Вселенной, до секунды? Ну, да. Они были в самом начале, просто потому, что у вас высокие температуры. Только у вас есть высокие температуры, у вас рождается все, что может оградиться. Ну, то есть, изначально были, рождены другие частицы, до кварков какие-то, да? С ударением этих частиц должны были родиться кварки. Ну, это не очень ясно. Значит, это нас уводит на очень ранние времена, когда, может быть, была инфляция, и ситуация была совсем другая. Вселенная была холодная, а потом она разогрелась. Вот, в зависимости от того, как она разогревалась, может быть, были сначала совсем даже не кварки, а какие-то другие частицы, потом и столкновение, значит, образовались эти самые кварки. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот, та диаграмма, да, которая была в процентах, вот, можно ее еще раз показать? Можно, обязательно. Сейчас покажется. Вот, хотелось понять, вот эти проценты, они откуда вообще? Ну, это вообще довольно длинная история. Значит, это, на самом деле, вот то, что здесь изображено, это результат большой совокупности космологических наблюдений. Значит, могу немножко поподробнее. Если говорить о обычном веществе, 4,8%, то тут есть, по крайней мере, два независимых способа определения. Один – это нуклеосинтез первичный, вот эти вот первичные термоядные реакции. А именно, значит, от того, сколько было обычного вещества в то время, в то время, это вот при этих температурах, там, миллиардных градусов, зависит, на самом деле, выход вот этих вот легких элементов. Измеряете легкие элементы – это единственный параметр, вот, во всей этой теории первичного нуклеосинтеза. А измерений довольно много. И, значит, этот параметр может быть определен по измерениям состава вот этой первичной космической плазмы. Это один способ. Ну, а дальше, как говорится, вы знаете, во сколько раз Вселенная расширилась и определяете, сколько этого вещества должно быть сегодня. Это один способ. Второй совершенно независимый способ состоит в внимательном разглядывании вот этой карты. Оказывается, что эта карта очень существенно зависит от того, сколько есть обычного вещества. Так, глядя на нее, не скажешь. Но выясняется, что свойства вот этого случайного поля, да, это все выглядит, как случайный некий набор точек, так сказать, теплых и холодных. Значит, свойства этого случайного поля очень сильно зависит от того, сколько есть протонов и электронов в первичной плазме, до того, как вот эти фотоны отщипились. Это очень точный способ определения, на самом деле. И замечательно, что они сходятся друг с другом. Эти два разных совершенно способа определения состава количества обычного вещества, они прекрасным образом сходятся в них друг. Теперь, что касается соотношений, значит, темной энергии. Темная энергия обеспечивает ускоренное расширение Вселенной. Значит, измеряя темпу расширения Вселенной сегодня, вчера, позавчера, вы можете определить, какое количество темной энергии есть в нашей Вселенной. И даже как сегодня с некой довольно плохой точностью, вы все-таки можете определить, как она менялась со временем. Тотность темной энергии, по существующим данным, со временем не менялась в пределах ошибок. Но ошибки довольно большие. Значит, это еще, опять-таки, один способ определения, сколько есть темной энергии. А второй способ, то есть есть еще много способов, потому что, опять-таки, эта карта, которую я показывал, реликтовое излучение, зависит, на самом деле, от того, есть у вас темная энергия и сколько ее. Ну и так далее. Значит, теперь, что касается темной материи, то и космологические данные есть, и астрофизические данные. Например, вы можете изучать гравитационные потенциалы во скоплении галактики. Вы можете понять, какие действуют гравитационные силы вот здесь, во скоплении галактики. В данном случае по гравитационному линзированию, я уже не буду рассказывать подробностей, но глядя на, рассматривая эту гравитационную линзу и разглядывая изображение, которое она дает, вы можете понять, сколько здесь имеется массы полной и как эта масса распределена возле этом самом скоплении галактики. Ну и независимо можете определить по яркости того, что здесь есть, галактики и газа межгалактического, который светит в рентгенском диапазоне. Вы можете независимо определить, сколько есть обычные вещества. Ну и соотношение между темным веществом и обычным веществом как раз составляет примерно пятерку для скоплений. Значит, вы, меряя гравитационные силы скоплений галактик, вы выделяете, опять-таки, независимым способом количество темной материи в скоплениях и, соответственно, что поведено на всю Вселенную, сколько их во всей Вселенной. Значит, это был один из таких первых, на самом деле, способов измерения концентрации темной материи. Сегодня этих измерений, на самом деле, много. И вот эти проценты, которые я показывал, это есть результат компиляции данных. Замечательно, что все космологические данные, они с высокой точностью сегодня доступны и по распределению галактик в нашей окрестности, вот такой большой, несколько миллиардов лет размером цветовых, и карта реликтового излучения, и свойства вот этих всех скоплений, они все хорошо укладываются вот в такую простую картину, и ничего, кроме вот этих процентов, ничего закладывать не надо. Тоже не древяем. Всего нескольких параметров есть в этой космологической модели, которая иногда называется стандартной космологической модель, и есть всего несколько параметров, помимо вот этих вот процентов. И огромное количество наблюдательных данных хорошо укладывается в эту стандартную. Извините. А насколько подобны микромер и макромер, если мы находим что-то, вот темную энергию, темную материю в макромере, где нам еще ее нужно искать, и насколько открытия в этой области микро влияют на открытие макро и на оборот? Влияют. Вот Эдуард у нас уже показывал эту картинку, есть мельчайшее расстояние, кратчайшее, есть максимальное расстояние, там есть 28 сантиметров. Оказывается, что то, что происходит, как я пытался донести, что то, что происходит на сверхновых расстояниях, прямо влияет на то, что на космологии. Ну, например, темная материя. Ее надо открыть. Это вообще скандал, что мы до сих пор не знаем, из чего она состоит. Это элементарные частицы. И открывать их надо с помощью методов физики элементарных частиц. Можно надеяться, что на большом огромном коллайдере вот Эдуард у нас еще не работает. Эти самые частицы темной материи. Причем я говорю про него, потому что он член коллаборации СМС и прямо работает на большом огромном коллайдере. Хотя темную материю ты не занимаешься. Сомнят. Сомнят. Ну, не важно. Там большие команды, но его коллеги не переживаешь. Но в статье он будет когда-то открыт, он будет сахарный. Значит, частицы темной материи. Это элементарные частицы. Их надо открыть. Они до сих пор не открыты. Значит, вот надежда на Большой Адрон Николаев. Но не только. Есть другие способы поиска частиц темной материи. И надо надеяться, что рано или поздно они приведут к успеху. Это физика элементарных частиц. Физика малых остальных. Значит, про темную энергию труднее пока сказать что-то определенное. Но это тоже микрофизика. Значит, за темной энергией определенность должна стоять, должна стоять какая-то микрофизика. Значит, какая мы сегодня не знаем. По большому счету не знаем. Но это опять-таки микрофизика. Поэтому за тем, что образовалась асимметрия между веществом и антивеществом, за тем, что у нас есть материя, нет антиматерии у Вселенной, за этим тоже состоит микрофизика. Потому что образование лишнего кварка происходит в процессах при высоких энергиях. Должно будет происходить в ранней Вселенной в процессах при высоких энергиях. То есть это элементарные реакции, элементарное взаимодействие между частицами, элементарными же частицами, которые были в ранней Вселенной. Они должны быть так устроены, чтобы в конце концов в некоторых из этих взаимодействий образовывалось больше кварков, чем антикварков. И это опять микрофизика. И все представления о том, как это может быть, они все используют методы квантовой теории, в общем, методы, которые используются для описания микрофизики. Так что все, что здесь изображено, это микрофизика. Свойства нейтрена, ну, естественно, тоже унитарные частицы. Значит, свойства нейтрена тоже это свойства, за которыми в конечном итоге стоят микрофизические запахи. Сегодня мы понимаем, что космология с одной стороны, микрофизика с другой, они оказались очень тесно следствием. Вот я заведу кафедрой на Московском университете, который называется физика частиц космологии. «Красному смещению единицы соответствует возраст в 8 миллиардов лет и расстояние в 10 миллиардов световых лет. Могли бы вы чуть-чуть прокомментировать вот это несовпадение?» А, несовпадение очень простое. Дело в том, что Вселенная расширяется. Не просто свет по ней бежит, а еще и пространство расширяется. Поэтому расстояние современное до источника больше, чем ЦТ. У меня вопрос. Есть нововодная теория, в теории суперструн. Вот что вы можете сказать, как она может помочь в объяснении вещей, которые вы... Теория суперструн – забавная ситуация. Значит, теория суперструн – это такая очень... очень своеобразная ситуация с теорией суперструн. Значит, с одной стороны, это очень красивая математическая конструкция, очень красивая математическая теория, из которой, может быть, я тебе добавлю что-нибудь потом. Ну, я скажу на эту тему свою точку. Значит, это очень такая красивая математическая конструкция, во-первых. Во-вторых, очень богатая математическая конструкция, из которой время от времени к нам, простым смертным, которые не занимаются этой теорией, вываливаются некоторые, ну, как бы сказать, побочные продукты. Там ученые суперструнчики что-то делают, что-то не как-то изучаются, как бы теория. И время от времени вываливаются побочные продукты, которые оказываются полезными уже с точки зрения, ну, такой, приземленной, нормальной физики. Я уж не буду говорить, какие, для этого способа вычисления диаграмм, они называются stream-motivations. Да, нет, нет, нет. Прямо, ну, вот технология много в ходе вычислений всевозможных процессов, диаграмм, она оттуда пришла. Это мощнейшая штука, которая оказалась, ну, пришла из теории струн, а сейчас она используется просто для конкретных вычислений в той же самой стандартной модели. Там очень нитриарные вычислительные методы оттуда пришли. А есть и, так сказать, ну, много всего. С одной стороны. С другой стороны, когда-то теория струн претендовала на описание реального мира со всеми его потрахами. Я помню, что в 85-м году сюда приезжал Дэд Виттон, такой знаменитый теоретик, и, значит, в семинаре в Фиане объявлял буквально следующее, что еще немного, и мы из первых принципов все вычислили. Вот те самые 27 параметров стандартной модели, о которых вопрос был, масса частиц, 137-я постоянная тонкая структура, все это, как говорил Виттон, мы вычислили из первых принципов. Мы знаем, что правильная теория теория суперструн, дайте срок, все вычисли. Сегодня ситуация другая. Сегодня теория суперструн не позволяет вычислить ничего. структуру, а точнее, она позволяет объяснить все, что угодно. Значит, оказывается, что в теории, помимо, ну вот как, Игорь говорил, уравнений, для гонжанов, вот такие слова, помимо этого, важно свойство вакуума. Для того, чтобы что-то вычислить, вам надо знать, а, в равнении, и, б, как устроен вакуум. После этого вы, хотя бы, в принципе, можете все остальное вычислить. Значит, оказывается, что в теории суперструн есть безбрежное море разных вакуумов. А в каждом из этих вакуумов свойства природы разные. Если в одном вакууме у вас электрон может иметь массу такую, как у нас, половину мэва, а в другом вакууме тот же самый электрон может иметь массу полгерба или 10 герба. А в третьем вакууме электрон вообще нет. Значит, и вот таких вакуумов есть в безбрежном море. Безбрежное море, значит, шутки в сторону. 10 в 500-й степи. 10 в 500-й степи. Майк Даглас он не поленился и посчитал сколько таких вакуумов есть. И у него получился ответ 10 в 500-й и вроде никто с ним особенный спор. 10 в 500-й штук. Можете себе представить? Значит, 10 в 500-й разных вакуумов, значит, 10 в 500-ых разных предсказаний. Ну, конечно, вы все, что угодно найдете. У вас 10 в 500-й возможности. Конечно, среди них есть все, что вам надо. Я один раз так байку расскажу. Был на некой конференции, в которой люди обсуждали следствие на модель, точнее, расширяющуюся стандартную модель, основанную на суперстулах. Там, значит, был один такой доклад, который мне очень запомнился. Товарищ встал и говорит, ну, вообще, конечно, 10 в 500-й вакуум исследовать невозможно. Но есть технологии, которые простые сравнительные случаи позволяют на компьютере изучать с помощью компьютерных аналитических вычислений, изучать с помощью компьютера. И он говорит, ну, мы что сделаем? Взяли 10 миллионов. Я сразу говорю, ого, вот дают ребятам. Значит, запустили в компьютер. Наши спрашивают всякие вещи. Например, есть ли там вот эти самые калибровочные взаимодействия, о которых говорил Эдуард Эрнестович. Из 10 миллионов остается тысяча. О, уже хорошо. Ну-ка, давайте узнаем, есть ли там электроны и нейтрино, которые мы нашим есть. Из тысячи остается 10. А есть ли там механизм Хиггса, который дает массу всем? Остается им больше? Вот такая статья у него. Получилась замечательная работа. То есть он не тот миллион изначально взял? Ну, конечно. Понятно, что тут надо брать не десятки миллионов, а какие-то там, я не знаю, за облачное количество. Ну, можно сказать, какой-то дойдет и того, что вспоминал. И это, конечно, для людей, которые думают, что это теория, так сказать, всего. Людей, которые и занимаются, это, конечно, очень обидно. Они пытаются надевать всякие какие-нибудь выходы из этого положения. Уже в течение многих лет не будет. Материя, это вполне может статься так, что частицы просто неоткрытые еще. Это они и есть, да, какие-то неоткрытые частицы. То есть у меня сейчас тут немножко может странный вопрос. Черные дыры, они же будут с ними взаимодействовать, да, поглощать? Обязательно, конечно. Как-то они будут с обычным веществом там уживаться. Где? Внутри черных дыр? Да. Ну, они не только внутри черных дыр уживаются, они и с нашим веществом отлично уживаются. В этой комнате этих частиц болтается много. В этой комнате, так сказать, ну вот, при той гипотезе, о которой я говорил, болтается там тысяч или десять тысяч штук таких частиц на кубометре. Они вот тут вот летают все отлично со скоростью примерно 300 км в секунду прошивают нас с вами. Но они настолько с нами слабо взаимодействуют, что мы для них прозрачны. Они не замечают наших ядер и электронов, потому что пролетают насквозь все наше вещество. Настолько слабо взаимодействуют, что специальные эксперименты, которые пытаются зарегистрировать одну из этих десяти тысяч частиц на кубометре, до сих пор не могут этого сделать. Есть специальные эксперименты, которые пытаются вот эти вот эти частиц темной материи, которые болтаются вот тут вот, зарегистрировать. Не удается. До сих пор не получается. Так что они отлично уживаются с обычным веществом, просто не замечая его по-большому счету. Гравитационно они влияют, а все остальные взаимодействуют вещества. Спасибо. И еще один, наверное, для вас простой вопрос. Для человека со школьным пульсом физики можно на что-то сингулярность? Значит, тут ответ такой, не знаю. Значит, сингулярность это бесконечность. Значит, вот если говорить про классическую физику, классическую смысл не квантовую, а классическую теорию общей твариотносительности, то в центре черной дыры должна быть бесконечность. бесконечность. Что надо говорить бесконечность? Бесконечная плотность энергии, бесконечная плотность массы. Значит, но это только если пользоваться классической общей общей теории относительности, не квантовой. Что происходит в квантовой теории, мы не знаем. Понятно, что бесконечности таких дурных не должно быть. Должна быть какая-то совершенно другая, другой способ описания другой тип состояния, что ли. А какую не плюс? Очень интересно. Мне тоже не дают покоя слайд с определением вещества. Там темная диаграмма, да. У меня вопрос о 100%. Правильно я понимаю, что текущее распределение это взято из абсолютных величин и получили некоторые 100%. То есть, если, к примеру, завтра мы откроем новый вид вещества, мы просто увеличим эти 100%. Или же это за счет полной плотности энергии известно. Дело в том, что есть прямая связь между полной плотностью энергии и темпом расширения Вселенной. Так называемое уравнение Фридмана, которое говорит вам, что темп расширения Вселенной сегодня, есть делка там, вариационная постоянность, всякие пи и прочее, умножат на плотность энергии. Ну, квадрат темпы расширения просто равен плотности энергии с точки зрения до известных коэффициентов. Поэтому полную плотность энергии мы знаем, она зафиксирована измерением темпа расширения, параметра ХАП. А вот как она бьется дальше на разные части, вот сегодня такая картинка. поменяться может только влияние внутри? Оно, я думаю, сильно не поменялось. Уже в течение многих лет темная энергия составляет 0,7 от полной энергии, ну, а все остальное, обычная материя, значения колебались от 4,5 до 5%, в течение уже многих-многих лет. Значит, сильно эта картинка не поменялась. Да, спасибо. Просто уточняются значения, но, может быть, через там несколько лет будет не 26, а 26,5%. И такой маленький-маленький вопрос для собственного понимания, где грани между обычной материей и звездами? Нет, это, значит, звезды полпроцента, это вклад звезд в плотность обычной материи. Это вот, в том числе, 4,8% это обычная материя, из них 0,5%, 1,10% это звезды. Я поняла, спасибо большое. Все остальное тоже существует у Вселенной не в форме звезд, а в форме газа. Да. Совсем с ученым курсом физики вы можете сказать, почему вообще Вселенная расширяется? Хороший вопрос. Бахнуло изначально. Не, не бахнуло изначально. Значит, почему Вселенная расширяется? Ну, самый простой ответ, потому что уравнение Минштейна. Потому что, значит, квалибитация описывается уравнением Минштейна, а там статического решения нет. Точнее, Минштейн вообще хотел статическое решение получить, владел космологическое постоянное. Ну, это неприемлемо, Значит, это такой, как бы, технический ответ. Ну, другого я не знаю. Ну, действительно, есть, наша соотечественница Александр Фридман в свое время нашел такие решения, которые всех, для всех были очень удивительны. решения вовремя Минштейна, которые описывают расширяющуюся Селену. Видно, что статические решения, не расширяющиеся, в этой теории нет. Ну, наверное, это можно так пояснить, что если у вас есть, давайте посмотрим на локальную окрестность, давайте посмотрим на небольшой кусок Вселенной, а на небольших расстояниях работает ньютоновская теория, общая относительность, она переходит в ньютоновскую теорию, на небольших расстояниях. Если у вас есть однородная среда, то она не может быть статической. У вас эта однородная среда, если вы ее остановили, она начнет сжиматься, правильно? Газ. За счет своих гравитационных синтетяжений у вас газ начнет сжиматься. Поэтому, ну, а обратный процесс, значит, процесс расширения. Ну, примерно так делали обстоятельства. Статики не могут. У нас либо все разгоняется, ньютонская теория замедления не может быть. А в общечной относительности бывают и сусскалины. Хочу сказать, что есть еще много всяких теорий, которые достаточно интересны в своих интерпретациях и одна из них это теория мультивселенной. достаточно широко известна, так сказать, более фантастическая модель то, что за расширение вселенной отвечает то, что вокруг нашей вселенной существуют еще вселенные, которые как бы не расслабили. Мультивселенная это наука, а то, что мультивселенная отвечает за расширение вселенной, это не наука, это неправильно. Ну, это я просто слушал в одной из лекций Нил Дегра Стайсона от американского астрофизика, то есть он возникал то, что ему эта теория наиболее мультивселенная это такая возможность есть, что так, кроме нашей вселенной есть еще другие. Но как и почему расширяется наша вселенная мы знаем очень хорошо. И к этому теории мультивселенных отношений нет. Наша дискуссия о том, что стандартной модели нет некоторого вопроса. Вот я был буквально две недели назад на фестивале документального кино 30-60 градусов и там показывали фильм в поисках волны-частиц которые сняли при поддержке политехнического музея с российскими физиками и там показывали трех физиков которые один ищет гравитационные волны второй аксионные и третий монополий монополий вот насколько это вписывается ну это об этом речи сегодня не было значит гравитационные волны обязательно существуют не вопрос вопрос их обнаружить они сто очков должны излучаться скажем тогда когда у вас две нейтронные звезды друг вокруг друга близко вращаются или две черные дыры теряют свою энергию излучают гравитационные волны кстати вот этот эффект обнаружен две нейтронные звезды два пульсара обращаясь друг вокруг друга излучают гравитационные волны из-за этого сближаются скорости обращения увеличивается скорость а частота обращения увеличивается это экспериментальный измеренный факт гравитационные волны точно есть и точно излучаются значит сами гравитационные волны обнаружить, зарегистрировать, пока никому не удалось, но сейчас есть два эксперимента Лига и Вирга, один американский, другой европейский, с небольшим нашим участием. Так вот, очень можно рассчитывать на то, что в обозримое время, там, пять лет, или что-то в таком духе, виртуационные волны будут открыты, уже как волны, их эффект, что они приходят на Землю и детектируются отмены. Я думаю, что вопрос, это вопрос пять, ну, десять лет, точности уже у них очень прилично. Л-аксионы, это более проблематично, это гипотеза, довольно популярная и правдоподобная. Новые частицы, очень легкие, значит, хорошо теоретически мотивированные, может быть, они составляют темную материю, так сказать, когда большой огромный коллайдер, это не про то. Л-аксионы слишком легкие, слишком слабо взаимодействующие. Может быть, они и есть огненные, а может быть, их нет вообще. Поэтому, так сказать, второму автору, ну, можно его руками, так сказать, думать, что он что-нибудь найдет, но совершенно не за последнее время обнаружилось много экзопланет тоже. Следил за этим делом планет, которые вращаются вокруг других звезд. Ну и надо будет подобрать правильную книжку. Там времени, наверное, обнаружится достаточно много, может быть, побывают уже люди, посмотрят пока что, куда смыраться в часы. Значит, ну а потом, через 20 миллиардов или 40 миллиардов лет, если дело будет пахнуть коллапсом или большим разрывом, надо будет придумывать, как менять физические законы, как заставить физику быть другую. Это уже совсем неприятное дело. Может быть, наши потомки-науччицы и физические законы не меняют. Можете ли вы сказать, что вот какой-то ВУЗ, который там преуспел в какой-то стране или там какая-то группа ученых. И второй вопрос все-таки меня беспокоит вот эта, опять же, диаграмма, честно говоря, вот получается, что практически то, что нам знакомо, это 6% из нее. Я права? Нет? Меньше. Даже меньше. То есть из того, что вы сказали, что это темная энергия, темная материя, она везде, можно ли так вот дилетантски сказать, что существует параллельный мир, который... Нет, это все в нашем мире находится. В нашем мире. Но вы же говорите, что он не взаимодействует с нами. Она с нами взаимодействует с нами, но это... Но вы же не знаете про нее ничего. Нитривенно с нами. Если вы ничего про нее не можете сказать. Не знаю, что она говорит. Почему она? Гравитационная, она точно взаимодействует так же, как обычные частицы. То есть все-таки это не параллельный мир. Это не параллельный мир. Вот эти 55%, ой, вернее, 95%, про которые мы вообще не знаем ничего. Мы знаем гравитационное взаимодействие. И того, и другого. Это уже не мало. Мы знаем, что темная материя притягивает темную энергию, антигравитацию с ПТ. Это уже не мало. Это мы знаем, что происходит в нашем мире никакого не параллельного. И что касается, кто лидирует, тут интересно. Значит, вот особенно на Большом Адромном коллайдере... Я не знаю, у тебя нет бэкап-слайдера никакого, который показывает, сколько народу там работает? Вообще, сегодня... Сегодня наука, она очень... Сегодня нет у меня. Нет. Все, и космология, и особенно физико-литарных частиц в Большом Адромном коллайдере. Это очень большие команды из самых разных мест. Европа, Америка, Россия, там где-нибудь часть Европы, будем считать. Значит, Азия. Огромные команды. Значит, ну вот в космологии они поменьше, но тоже вот я отменил план, как спутниковый эксперимент. Там авторов около 400 человек. Один из трех тысяч винтиков — это огромная машина или шпунтик. Если поточнее быть, то на Большом Адромном коллайдере четыре крупные коллаборации называются. CMS, Atlas, LHCB и Alisa. В двух наиболее крупных, Atlas и CMS, примерно по 3200 человек из самых разных стран. И, понимаете, не совсем правильный вопрос — лидирует, не лидирует. Тут нет такого. Это скорее сотрудничество. Конечно, элементы такой, ну так сказать, конкуренции они тоже есть, но скорее как бы более важна истина, а не из какой страны человек, который высказал что-то конкретное. В этом плане, ведь поскольку церковь сосредоточен в Европе, можно сказать, что сейчас настоящее лидирующее положение занимает Европа. Хотя в Большом Адромном коллайдере очень много и участников, и очень большие вклады сделаны Соединенными Штатами, Японии и нашей страной. Наша страна внесла примерно 10%. Это огромный вклад. Понимаете, Нобель не предусматривал когда-то вот таких вот… Мы уже знаем, что… Ну, с Базоном Хиггса было просто, потому что были два человека, которые предсказали это дело. Но, скажем, на Товатроне, где в 1994 году был открыт Топ Кларк, а Нобелевскую премию не дали никому. Хотя это была открыта самая тяжелая из существующих частиц, просто потому что, а кому давать? Это коллективное творчество больших коллективов. Ну, кстати, вот в Большом Адромном коллайдере за Базон Хиггса лидеры коллабораций получили вот эту Мильнер пресс, премию Мильнера. Не лидеры, по-моему, это просто коллаборации. Нет, лидеры коллаборации. Лидеры коллаборации получили. Они потом раздали… Ну, они образовали фонды научные, которые, как бы, спонсируют участие, там, молодых ученых и так далее. Я сделала предложение на Улицкий комитет, чтобы они, вот, тоже, получать, что вы будете работать, а они, поскольку они не вписываетесь в их, как бы, принципы, да, персональные. Ну, лишь не самоцель. Ну, давайте последний вопрос. Как все мы знаем, темная материя практически не взаимодействует с веществом. Если ученые предполагают, что до Большом Адромном коллайдере, там, при определенных энергиях будут задаваться частицы, как планируется их детектировать? Это хороший вопрос. Они почти не взаимодействуют, но все же. Они… Ну, один из наиболее популярных кандидатов, вот, о котором говорил Валерий Анатольевич, вот, в этой области от 100 до 1000 ТЭФ, как модель того, что ожидается, это легчайший нейтральный суперпартнер, так называемая нейтралина. Вот если есть нейтралина с массой примерно 200 ГФ, то это был бы очень хороший кандидат. Нейтралина ни во что не распадается, просто потому что есть некое квантовое вещество, запрещающее ему распадаться во что бы то ни было. В этом плане это частицы стабильная, она достаточно массивная, имеет 200 ГФ, скажем, и подходит на эту роль. Но детектироваться, поскольку она не взаимодействует, она, например, как нейтрино, улетает, рождается в реакциях, в каких-то распадах и ни с чем не взаимодействует, улетает. Но от нейтрино она отличается тем, что имеет все-таки достаточно большую массу. Поэтому проводя детальное, достаточно деликатное сравнение случаев, когда рождается нейтрино и когда рождается вот такая вот частица, и то и другое будут приводить к дисбалансам в закон о сохранении импульса и энергии в событиях, но дисбалансы эти будут отличаться друг от друга, поскольку тут что-то массивное улетело, а тут практически безмассовое. И вот эти свойства позволяют одно отделить от другого и тем самым на сегодняшний день получить ограничения. Фестивальный премьер-просветитель, мы сделали его в Крюк-Путенберге совместно с Музеем Москвы. И приходите на наши лекции, мы на сегодня заканчиваем. Давайте поблагодарим. Продолжение следует...